10 августа, через несколько дней после начала операции ВСУ в Курской области, министр обороны Беларуси заявил, что Лукашенко приказал усилить группировку войск в Гомельской области, на границе с Украиной. Хренин рассказал о наращивании сил и средств зенитно-ракетных и радиотехнических войск, а также авиации. Военные части сил специальных операций сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы Полонес и комплексы Искандер, получили задания на совершение маршей в назначенные районы. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси, из публикации издания «Украинская правда». На следующий день Минобороны Беларуси показала танки, которые якобы перебрасывают в приграничные с Украиной регионы. А еще через неделю Лукашенко заявил, к границе с Украиной перебросили почти треть армии. По информации белорусский Гаюн, на текущий момент в южном направлении сконцентрирована группировка численностью не менее тысячи человек. За последнее время в Гомельскую область было направлено несколько вертолетов и штурмовиков, а также ряд подразделений с БТРами, танками и ЗРК С-300ПС. Из публикации мониторинговой группы «Белорусский Гаюн» в Телеграм. В украинской разведке подтвердили, под предлогом военных учений вблизи границы с Украиной, Беларусь развернула значительное количество личного состава, оружия, военной техники и наемников из бывшей группы Вагнера. В МИД Украины предупредили Минск. Такие маневры вблизи границы и Чернобыльской атомной электростанции создают угрозу национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом. Призываем должностных лиц Беларуси не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а её вооружённые силы прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в Беларуси систем огня. Из сообщения Министерства иностранных дел Украины в Телеграм. В Государственной пограничной службе Украины уверены, главная цель таких демонстративных действий Минска – вынудить Киев перебросить к границе больше военных и техники. Это уже не впервые Беларусь нагнетает ситуацию для того, чтобы Украина реагировала и держала должное количество сил и средств на этом направлении, а не использовала их на более важных, где ведутся полноценные боевые действия. Это оттягивание наших сил на это направление. Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины, в эфире марафона «Еды не новыны». Задача Лукашенко довольно проста, говорят аналитики. Он стремится в очередной раз продемонстрировать Путину свою лояльность и незаменимость. Недавно он заявил, что ему предлагают, цитирую, «плюнуть на Россию и встать на сторону Украины». Кто ему предлагает подобное, Лукашенко не уточнил. Зато подчеркнул, такие предложения для него неприемлемы. Лукашенко здесь пытается маневрировать, занять какое-то свое место, поддерживая Россию в этой войне, все-таки остановиться перед этой последней чертой и не участвовать в самом военном конфликте, в боевых действиях. Ну и при этом доказывая, что он все равно очень полезен и незаменим на этом посту, потому что действительно предстоят выборы в 2025 году. И нужно доказывать Путину, что он и только он достоин занимать это прекрасное место, и чтобы у Путина не закрадывалось никаких сомнений относительно Лукашенко. Лукашенко понимает, решение развязать войну против Украины может стоить ему власти, считают аналитики Американского института изучения войны. Даже ограниченное второжение серьезно ослабит режим. А Лукашенко во что бы то ни стало, нужно сохранить контроль внутри страны. Особенно важен для него полный доступ к армии, которую он всегда охотно использует для подавления протестов. Андрей Дмитренко для телеканала Freedom.